Валдай. Федин Валдай громадный пес, не чета ледяной мальки, темно-серый, с потлатой сединой на ляжках. Лает Валдай совсем редко, лишь в самых крайних случаях. Как это не удивительно, Федя при всей его любви к животным весьма редко кормит собаку Валдай, почти всегда голоден он. Обстоятельства это ничуть не мешают величайшей собачьей преданности своему хозяину, а также их обоюдной любви. Отношения такие сложились между ними давно, прочно, и не мне было их менять. Но уж так получилось, что однажды я стал виновником ссоры, возникшей между Валдаем и Федей. Обычно голодный Валдай часами лежал на пригорке около дороги напротив Фединого дома. Он гордо и независимо поглядывал на проходившие по дороге машины и тракторы, зевал, потом клал голову на вытянутые передние лапы и спал. Я часто наблюдал за ним из окна. Вот он встал, сладко потянулся, поглядел в одну сторону улицы, в другую, нигде никого, только поют одни петухи. Валдай подошел к дому напротив. У крыльца висел умывальник. Валдай подошел и, нюхая, ткнул носом шишечку умывальника. Полилось. Валдаю обрызгал нос. Он фыркнул и сконфуженно отошел. Мне стало смешно. В благодарность за то, что я выкинул в окошко пол пряника, Валдай съел и поглядел на меня, дожидаясь чего-нибудь еще. Я бросил ему корку черного хлеба. Он обнюхал ее и отошел недовольный. Дескать, чего ты меня угощаешь такой ерундой-то? Так я приучил его сидеть под окном и ждать угощения. Федя, съездив за почтой, частенько заходил к моим хозяевам побеседовать, оставляя пса за дверями. Валдай скулил и просился к нам. Однажды я пропустил пса в комнату и дал ему кружок колбасы. Валдай сглотнул колбасу одним махом и вильнул хвостом. Прося еще. А ну марш из помещения, закричал Федя, крохоборотый такой. И вдруг пес свернул белками глаз и зарычал. Да с такой злостью, что даже Федя опешил. Ишь, не понравилось. Пшел, кому говорю, пшел, говорят. Пес, может быть, впервые не послушался. И жесткий пинок отбросил Валдая к дверям. Неизвестно, чем бы дальше все это кончилось, если бы я не остановил Федю. Валдай с неделю сердился на него. Даже не хотел ночевать в доме. Но потом они опять помирились. Иногда Федя ходил в лес, на озеро. Он выносил из сеней весло и корзину для рыбы. И тут Валдай вскакивал со своего пригорка, начинал радостно визжать и прыгать вокруг Федя. Валдай, в лес, в лес. Пес прыгал еще выше, стараясь лизнуть Федю в щеку. Так был рад. Он устремлялся в поле, возвращался, визжал, прыгал, бежал опять. Так любил ходить в лес, что весь менялся. Вся сонная лень одним махом слеталась с него. В такие дни он сразу становился веселым, стремительным и шумным.